ТОП 5 телевизоров 4К до 30 тысяч рублей Телевизоры, поддерживающие разрешение 4К, обычно стоят дороже своих аналогов с более скромным качеством картинки. Однако на рынке можно найти модели по демократичным ценам в пределах 30 тысяч рублей и даже дешевле. Нужно понимать, что укладываясь в такой бюджет, вы вряд ли сможете подобрать телевизор с диагональю экрана 50 и более дюймов, а также модели от каких-то именитых производителей из топовых линеек. В этом видео мы отобрали для вас лучшие телевизоры с разрешением экрана 4К до 30 тысяч рублей. Мы не навязываем вам конкретные бренды или магазины, лишь даем рекомендации и рассказываем об отзывах реальных пользователей, а вы сами решаете, что именно вам подходит. Сравнить цены и выбрать магазин с лучшим предложением вы можете по ссылкам под видео. Лучший выбор – это выбор покупателей. Starwind – телевизор от не самой известной компании, зато самый дешевый в обзоре, всего 20-22 тысячи рублей по данным Яндекс.Маркета. Плюс эта модель выпущена в массовое производство совсем недавно, в 2020 году. За 20 тысяч рублей вы получите ЖК-матрицу с разрешением 4К и размером 42 дюйма, около 100 сантиметров. По сравнению с некоторыми другими моделями, она обеспечивает не самую лучшую цветовую передачу, но это не критично, так как искажения цвета минимальны. Есть LED-подсветка экрана, которая предотвращает появление битых пикселей и засветов по бокам экрана. Частота обновления кадров – 60 Гц. Этого хватает и для комфортного просмотра фильмов и даже видеоигр. Максимальный угол обзора – 178 градусов. Предусмотрена функция Smart TV. На телевизор можно устанавливать различные приложения по аналогии со смартфоном и ПК. Также вы можете выходить в интернет через встроенный браузер. Работает это всё на операционной системе Android TV. Есть два встроенных динамика. Предусмотрены следующие интерфейсы для подключения других устройств. HDMI – три порта, два USB, Ethernet для подключения интернет-кабеля. Также телевизор может подключаться к интернету по Wi-Fi. В целом, неплохой телевизор за свои деньги. Большинство пользователей, купивших его, остались довольны. Однако отмечаются некоторые проблемы с прошивкой. Например, при попытках поставить время вручную, не по сети, возникают проблемы с подключением к интернету. Xiaomi – телевизор от знаменитой китайской фирмы, производящей дешёвую и качественную электронику Xiaomi. Он предназначен для глобального рынка, поэтому никаких проблем с прошивкой и языком у вас не возникнет. По данным Яндекс.Маркета, средняя цена на этот телевизор составляет около 23-25 тысяч рублей. Можно попытаться найти и по более демократичному ценнику на Алиэкспресс или китайских сайтах для внутреннего рынка, но тогда у вас могут возникнуть проблемы с настройками или доставкой. За 25 тысяч рублей вы получите 4К-экран с поддержкой HDR. Это значит, что изображение будет не только чётким, но и с более лучшей цветовой передачей. Диагональ экрана 42,5 дюйма или 108 сантиметров. Это не маленький размер, отлично подойдёт для средней гостиной. Встроенную LED-подсветку. Изображение на экране будет более насыщенным. Также это позволит избежать появления битых пикселей со временем из-за светов около рамок экрана. Частота обновления экрана 60 Гц. Человеческому глазу достаточно 25-30 Гц для комфортного восприятия видео, но чем выше частота, тем более плавным кажется видео. Высокая герцовка больше пригодится тем, кто собирается играть в современные видеоигры на приставке. Максимальный угол обзора 178 градусов. В пределах этого угла изображение на экране практически не искажается. В акустическую систему включено два встроенных динамика. Поддержку стереозвука. Звучание будет сравнимо со звучанием среднебюджетного музыкального центра. Для более лучшего эффекта к телевизору можно подключить колонки. В телевизоре есть поддержка Smart TV для просмотра фильмов из онлайн-кинотеатров и интернет-серфинга. Операционная система Android, адаптированная под телевизоры. Встроенная память 8 ГБ. Она предназначена для устанавливаемых приложений. Оперативная память только 2 ГБ. Для подключения других устройств предусмотрены следующие интерфейсы. AV, HDMI, USB, Ethernet. Дополнительно поддерживаются Bluetooth и Wi-Fi. Большинство пользователей очень довольны своим приобретением. Из недостатков только отмечают слишком минималистичный пульт. Нет кнопок для переключения каналов и более тонкой настройки. Также некоторым пользователям родная звуковая система телевизора кажется не слишком качественной. Toshiba. Это телевизор от знаменитой японской фирмы по производству электроники. Ценовой диапазон на Яндекс.Маркете варьируется в пределах 25-26 тысяч рублей. За эту цену вы получите следующие характеристики. 4К-экран с ЖК-матрицей. Диагональ экрана 50 дюймов или 127 сантиметров. Такой большой размер не так часто встречается в этой ценовой категории. Есть встроенная LED-подсветка для уменьшения вероятности появления битых пикселей и засветов по бокам. Стандартная частота обновления 50 Гц. Этого достаточно для комфортного просмотра фильмов. Но вот для требовательных игр на приставке рекомендуется частота около 60 Гц. Однако вы всё равно можете в них играть без особых проблем. Углы обзора 178 градусов. Предусмотрено два встроенных динамика в акустической системе. В телевизоре есть поддержка Smart TV, работающего на операционной системе Android. Для подключения других устройств предусмотрены следующие интерфейсы. AV, HDMI, USB, Ethernet. Дополнительно поддерживаются Miracast и Wi-Fi. Отличная модель телевизора по соотношению цена-качество, если верить большинству пользователей, решивших приобрести её. Из недостатков отмечают отсутствие голосового управления. LG. Неплохой 4К-телевизор от знаменитого корейского бренда электроники. Заплатив примерно 27 тысяч рублей, вы получите 43-дюймовый ЖК-экран, 109 см. Помимо разрешения в 4К, здесь поддерживается коррекция цвета HDR для более яркой и контрастной передачи. Встроена светодиодная подсветка Direct LED. По сравнению с обычным LED, белые пиксели распределяются более равномерно по всей площади экрана, что позволяет уменьшить риск появления засвета в будущем. Частота обновления экрана 50 Гц. Более чем достаточно для просмотра видео и различных программ, однако для динамичных игр на современных приставках рекомендуется покупать телевизоры с частотой не менее 60 Гц. Акустическая система состоит из двух встроенных динамиков с автоматическим выравниванием громкости. Телевизор относится к классу Smart TV. Взаимодействие с программами на нем и открытие веб-сайтов производится через операционную систему WebOS. Предусмотрено голосовое управление и защита от детей. Однако, если вам удобнее, то вы можете без проблем управлять телевизором через классический пульт. Интерфейсы для подключения других устройств. AV, HDMI, USB, Ethernet. Дополнительно поддерживается Wi-Fi. Пользователи отмечают приемлемое соотношение цены и качества. В целом в телевизоре есть все, что необходимо. Программное обеспечение интуитивно понятное и идеально взаимодействует с любыми приложениями. Однако, пульт не очень удобен. Philips. Большой 4К-телевизор от надежного производителя стоимостью всего около 28-30 тысяч рублей, по данным Яндекс.Маркет. За эти деньги покупатель получает следующие характеристики. 50-дюймовый ЖК-экран с поддержкой HDR и расширенной подсветкой пикселей Direct LED. Стандартная частота обновления экрана 60 Гц. Отлично подходит как для просмотра телепрограмм, так и игр в приставке. Матрица TF-TVA. Её можно считать компромиссным решением между матрицами TN и IPS. Углы обзора этих матриц достигают в 178 градусов, и по времени отклика они лишь незначительно отстают от TN. Матрицы VA обеспечивают глубокий чёрный цвет и хорошую цветопередачу. Акустическую систему составляют два динамика с объёмным звучанием и выравниванием громкости. Так как телевизор относится к классу Smart TV, то он работает на операционной системе SAFI, фирменной разработке Philips. Несмотря на то, что операционная система отлично адаптирована под телевизоры компании и работает без нареканий, приложений для неё не так много. Для подключения других устройств предусмотрены следующие интерфейсы AV, HDMI, USB, Ethernet. Также есть поддержка Wi-Fi стандарта. В целом большинство пользователей довольны своим выбором, отмечая отличное качество звука и выводимого изображения, быстрая работа операционной системы. Однако у этого телевизора есть свои недостатки. Неудобный пульт управления, немного завышенные углы обзора, изображение искажается уже при 30 градусах. Для операционной системы SAFI мало приложений. Выбирая недорогой телевизор с поддержкой 4К, обязательно обращайте внимание на размер экрана и другие его важные характеристики. Углы обзора, частоту обновления, наличие LED-подсветки. Также при выборе телевизора всегда смотрите отзывы других пользователей, уже купивших эту модель. Сравнить цены на телевизоры из видео и выбрать магазин с лучшим предложением вы можете по ссылкам ниже. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно поставьте лайк, если оно было полезно для вас. Напишите в комментариях размер вашей комнаты, в которую вы выберете телевизор, и какую диагональ экрана вы считаете приемлемой.